Планета Земля — удивительно многогранный мир, в котором живут представители сотен различных народов, каждый со своей неповторимой культурой и верованиями. Одной из причин такого многообразия является различное происхождение человеческих душ. У каждого человека есть ведущая звезда, из тонкой энергии которой соткана его душа. Не все души, живущие на Земле, имеют земное происхождение. Цели прихода в мир Земли у каждого свои. Для коренных землян основной задачей является установление связи со своим Высшим Я и обретение целостности, утраченное в древние времена при вторжении на Землю разрушительных сил. Чтобы успешно выполнить жизненную программу, земным душам нужно научиться заботиться о природе, любить своих близких, охранять природные богатства и отказаться от потребительского мышления. Коренное население Земли самое многочисленное, а вот звездных душ гораздо меньше. Все космические странники притягиваются друг к другу по сходству вибраций и в мире материи стараются держаться рядом со своими звездными соотечественниками. Если ваша душа стремится к звездам и вы чувствуете, что пришли на Землю из космоса, тогда эта информация для вас. Земное предназначение космических душ Каждая звездная душа приходит в воплощенный мир с определенным заданием. Программа воплощения космической души состоит из индивидуального кармического плана и общественной функции, которая зависит от опыта и духовной силы. Виды земных заданий, выполняемых космическими работниками в воплощенном мире. 1. Отработка кармы родственных душ или искупление грехов людей Земли Нередко светлые звездные души, воплощаясь на Земле, берут на себя часть кармического груза родственных душ, имеющих большие задолженности. Это самоотверженный подвиг любви, взять на себя ответственность за поступки, которые ты не совершал, и ответить перед космическим законом за ошибки любимых людей. На это с разрешения владык кармы идут самые сильные и отважные души. Им труднее всего на Земле, на них несчастья сыплются как из рога изобилия, и кажется им никогда не будет конца. 2. Большая часть их жизни состоит из полосы препятствий, но конец обычно бывает счастливой, как награда за пройденные испытания. Примером такого труда является деятельность Иисуса Христа. 2. Проводник звездных душ в мир Земли Очень распространенная функция женщин. Женщина – это врата для души в воплощенный мир, поэтому материнство является одной из священных и благородных функций звездных женщин на Земле. Духовная женщина способна дать земное тело душам будущих духовных мастеров, святых и пророков. Реже функцию проводника душ на Землю выполняют мужчины-отцы, если их духовный уровень выше уровня супруги. Сейчас эпоха Матери Мира, поэтому женщины Новой Эпохи могут стать Богородицами в прямом смысле этого слова, то есть они могут рождать богов, давать жизнь телам для высоких космических иерархов. Такую функцию выполняли Матери всех пророков и святых, Мария, Мать Иисуса, Майя, Мать Будды и Д.Р. 3. Высветление воплощенного мира и его тонких слоев Это многогранная работа по очищению ментального и астрального слоев Земли путем переработки эмоций окружающих людей с помощью сердечной чакры. Сердце сотрудника света играет роль алхимического реактора, в котором преображаются боль, скорбь, страдания, страхи, гнев и другие отрицательные эмоции земных людей. Чувствительные звездные души автоматически вбирают в себя эмоции окружающих, испытывая острую сердечную боль и переплавляя негатив в чувство любви, милосердия и сострадания. Тма и грязь, которую неосознанные земляне сбрасывают в пространство, пройдя через сердце труженика света, становится чистой энергией света. Это очень нелегкая работа, порой приводящая к расстройствам сердечно-сосудистой и нервной системы. В больших городах ментальная атмосфера очень тяжела, люди постоянно отравляют пространство своими негативными ментальными выхлопами, чувствительным звездным душам порой невыносимо находиться в таких местах. Они автоматически очищают пространство, сжигая негатив в своей огненной ауре. Это безусловно требует энергетических затрат и отражается на их психоэмоциональном состоянии. Для успешного выполнения этой работы необходимы крепкие нервы, философское отношение к жизни и уверенность в своих силах. 4. Исцеление живой природы. Эта функция доступна звездным душам, которые наработали большой потенциал энергии в прошлых жизнях. Они буквально излучают жизненную силу и делятся ею с окружающими, помогая восстанавливать здоровье и целостность всем живым существам. Бывает так, что в процессе напряженного целительского труда звездные души истощают свои запасы, ведь энергии одного человека на всех не хватает. Здесь нужно вовремя остановиться и пополнить силы через очищение и слияние силами природы. Если этого не сделать, аура целителя может истощиться, так как в мире Земли энергия расходуется быстро, а нарабатывается медленно. Поэтому для целительской работы важно соблюдать энергетическое равновесие и гигиену тонких тел. По мере высветления аура человека трансформируется, и он обретает чувствительность к энергиям окружающей среды. Звездные души, которые пришли на Землю с целительской функцией, могут и не работать как целители, но они автоматически очищают энергетику пространства и ауры людей, с которыми общаются. Такие звездные люди-очистители чувствуют боли других людей на себе, как будто это их собственная боль. Таким образом они перерабатывают негативную энергию, частично освобождая больных людей от телесных страданий. Это ведет к улучшению самочувствия и оздоровлению всех живых существ, с которыми соприкасается звездный человек. 5. Веснек. Проводник информации из высших сфер космоса. Эту функцию в древности выполняли пророки, передавая благую весть от иерархии света людям Земли. Работа проводника связана с общением, просвещением, обучением, распространением информации. Весники могут привносить в воплощенный мир не только духовные знания. Черпая идеи из тонкого мира, можно внести усовершенствование в разные сферы человеческой жизни путем изобретений, инноваций, высокого искусства и творчества. Это тоже многогранный труд, способствующий развитию Духа, Разума и Души. Это функция, которую берут на себя самые опытные и самые сильные звездные души, прошедшие серьезную духовную подготовку. Защитники Земли своей мощной энергии воли и Духа создают над планетой щит, способствующий сохранению мировой целостности. Защитники принимают непосредственное участие в отражении атак агрессивных сил космического и земного происхождения. Они укрывают нежные и неокрепшие души своими щитами на энергиях воли и Духа, чтобы те не чувствовали и не замечали ударов враждебных сил. Это самая неблагодарная работа из всех остальных. Юные души порхают в энергиях любви, а удары, предназначенные им, принимают на себя звездные люди-защитники. В итоге юные души, которых большинство, считают, что нет никаких битв и бояться нечего, они унижают своих хранителей и считают их недостойными высшей благодати. 7. Строительство и поддержание целостности тонких структур Земли Строители — это звездные души, на энергиях которых держится каркас кристаллической решетки Земли. Человечество путем неконтролируемого природопользования постоянно нарушает структуру земной коры и природных биоцинозов. Чтобы уберечь мир от глобальной катастрофы, звездные люди-строители своими энергиями залатывают прорехи в узлах мировой кристаллической решетки, восстанавливая энергетическую целостность. Такие люди часто путешествуют, исцеляя своей мощной энергетикой раны Земли. Благодаря строителям удалось избежать многих разрушительных катаклизмов и сгладить уже произошедшие стихийные бедствия. 8. Проводник душ в высшей миры Духовный мастер Эту функцию выполняют немногие звездные души, обладающие глубиной познания законов эволюции. Духовный мастер — это земной учитель, который направляет других людей на духовном пути, помогая им понять себя и познать суть вещей, чтобы выполнять свое предназначение и навсегда покинуть круг воплощений. Нередко духовные мастера работают в осознанных снах, освобождая души, застрявшие в плотных слоях астрала. Благодаря такой работе многие земные и космические сознания обретают свободу и шанс ускоренной эволюции. Иногда звездный человек в воплощенном мире выполняет несколько вышеперечисленных функций. Это зависит от опыта его предыдущих воплощений и индивидуальной земной кармы. Узнать о вашей миссии воплощения Общая задача звездных душ в воплощенном мире — это одухотворение плотной материи как помощь процессу перехода Земли в более высокое измерение. Мы все с вами действуем как проводники духовной энергии в плотные слои Земли. Чем больше духовной энергии, чем больше света каждый из нас внесет в этот мир, тем скорее произойдет полное очищение и преображение планеты.